Так, ребят, это Элден Ринг, чистый рандом, на связи Чандер. Мы вытащили в прошлый раз кожаные сапоги, не успели надеть, на рукавники усата не успели надеть, да? Шапки вроде никакой новой не было, оружия вроде бы тоже никакого мы не доставали. Хорошо, талисман, правда, доставали, знак Готфри. Повышает мощь заряженных чар, молитв и навыков. У меня нет ни одного, ни другого, ни третьего, но мы берем, потому что, ребят, это рандом. Погнали. Смерть не была напрасна предыдущая, согласен. Смотри, мы теперь телепортируемся сюда, в покое у подъемника, там где-то мишка был, да? Ну, понятное дело, который собака, но мишка. В чем фишка этого мишки? Возможно, он здесь сможет разломать вот эту часть. Не исключена такая вероятность. Где эта собака? Вон она, собака. Вообще он маленький, то есть был бы рунический медведь, все, сомнений зеро. Обычная собака? Вряд ли. Но мы попробуем. Чат, давайте попробуем, я не против попробовать. А он сломал! Он сломал! Обычная собака, ребят, сломала. Собака-медведь. Сломала-сломала. Ну тогда кайф, тогда разломали. Хорошо. Здесь что? Зелье призывающего пальца. Очень нужно для этого прохождения, как и для любого другого моего прохождения. Привет, ребят, у пациента есть, добро пожаловать. Мне вообще показалось, что копьем сломал скелет. Мало вероятно. Хотя, кто знает. Пойдет. Шаровары чудака. Я согласен. Под это прохождение подходит идеально. Шаровары чудака, ребят. Отлично. Перекат все еще классный. Хорошо. Дальше. Нам нужно на самом деле продолжать исследование. Исследовать можно. Либо это, либо то. Надо, кстати, сюда сгонять. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. Это правда. В рандоме никак. Убежала отсюда? Милая моя. Что ж ты тут сидишь? Так и сидит. Куколки, у меня есть цветочки Миранды. Давай пойдем по боссам. Тогда по примитивным боссам. Которые обитают у нас в этой части, в этой зоне, в этой локации. В этой скале есть, кстати? Не помню. Не помню. Это волки. Если кто спросит, это волки. Побежали сюда. Вспомним. Есть ли здесь какая-то пещера. Ежели нет, спустимся тогда вниз. Там по пещеркам пройдем. Ну, лывак немножко подкачать. Да, какие-нибудь новые орудия. Нам на самом деле самое главное оружие. То есть, определяется все оружием. Находишь хорошее оружие, круто. Не находишь, плохо. В принципе, босса мы можем убить щитом этим. Какого-нибудь. Но явно не того. То есть, на того босса нам мощей банально не хватит. Даже с Нефри Лукс. А Нефри Лукс, напомню, я не буду стесняться использовать. На рукавнике заморыша. Ну, сбегал сюда не зря. Давай скажем так. На рукавнике заморыша мы получили. Почему-то в Steam написали, что Элден в категории расслабляющие. А какие они еще? В какую еще категорию нужно попасть? На рукавнике заморыша. Прекрасно. Мы их все равно не увидим. Потому что у нас одеяние апостола божественной кожи. Так. Дальше. Телепортация. Сюда. Там мы точно сможем найти одну пещеру и одни катакомбы, по-моему, даже. С флягами, кстати, повезло. Тут на полном селезе у нас 7 фляг плюс... Ну, 8 фляг, грубо говоря, у нас. Это очень-то повезло. Здесь снизу? Да? Нет. Пытаюсь вспомнить, где пещеры. Мы не играли в Элден уже несколько месяцев. Катакомбы там. Это точно. Это пульсирующий лист? Это пульсирующий лист. На кой пульсирующий лист спросишь? Пульсирующий лист нужен для того, чтобы создавать флаконы, которые позволяют выжить после одного удара врага. Вивка там. Вот здесь точно пещера есть? Погнали в нее тогда. Лесная пещера? Здравствуйте. Месяц не играли? Да ладно. Мы уже огромное количество всего прошли после этого. Не могли мы всего лишь месяц не играть. Если фонарь найдем, ребят, обязательно куплю. Правда. За любые деньги. Мы нафармим денег тогда и купим. Вы не переживайте. Здесь... Руна ноунейма, кстати, повезло. Классная руна. Убежали. К боссу подошли. Кто ты? Признавайся, кто ты? А-а-а. А-а-а. Понимаю. Ну, они должны быть супер слабые, ребят. Как бы хоть это радует. Объективно. Вот их мувсет я не помню вообще. Слушай, сколько миллионов ударов ты будешь наносить, свинья? И кровоток по нему вообще не прокает. Миранда хорошо сработала. Кстати, у меня остались еще некоторые цветы миранды. Надо пагрить на цветы. Я ненавижу, когда у них гиперармор. А он сам по себе гиперарморный противник. Миранда, работай. Миранда работает, кстати, так. Ребят, миранда работает. Пойдет. Не зря купил. Ой, не зря купил, чат. Смотрите, что делает Миранда. Не зря купил, что делает Миранда. Не зря купил, что делает Миранда. ХП-шки нет. Так бы я, может, и попробовал ему хоть немножко побить. ХП-шки нет. Все, он будет добивать последнюю Миранду. Не догорит. Не догорел. Нет, его бить-то. Слишком много хп потерял на первом. Слишком много хп потерял на первом. Но Миранда хорошо работала. Все логично, увидел босса и расслабился. В смысле? Можно убить, как оказалось. Меня удивила Миранда. То есть Миранда прям продамажила жестко его. На удивление. Я такого эффекта не ожидал, скажу честно. Но все равно я супер слабый. Знаешь, я супер прям слабый. Цветы призвал. А Миранда жрет хп. Понял. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока что жутко на самом деле не везет с боссами... Хотя что не везет? Они рано или поздно появились бы... Опять попал... Обидно... Миранда последний цветок остался... Больше нет... Там конечно Миранда супер затащила... Здесь плохо... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господи... Как же этим щитом... Тяжело все-таки играть... В притык приходится бить, ребят... Самая большая проблема... То, что ты бьешь... Притык только... Вообще... Сложно будет убить, да? Надо, чтобы Миранда прокнула хорошо... Если Миранда прокает... Ядом вот... То урон есть... Если Миранда не прокает, то я умираю... Желательно бы любое другое оружие хорошее... Но не страшно... Так, давай тогда пока что сбегаем в другую какую-нибудь пещеру... Пока что... В катакомбы сгоняем... Посмотрим, что в катакомбах будет... Слушай, а мы те первые катакомбы можем наши открыть? Можем... Угу... Хочу заменить уже щит на что-нибудь... Из оружия конкретно... На боевое... Желательно бы что-нибудь подходящее... Но это как получится... Ну, парный босс... Проблема именно в парности... Был бы один такой здоровяк... Я бы его, конечно, размотал... А поскольку их двое... Тяжеловато... Миранда, правда, сильно помогает... Тут спору нет... Засада? Я тебя понял... А можно бесенка лучше? Официальную одежду, кстати, наденем... Он столько же весит... Я думал, лучше будет... Весить... Нет... Хорошее такое платье... Закрыто устройством... Да-да-да... Есть просто... Помню... Где-то где оно... Бесенок, к слову, прикинь... Ловушки, к слову, остались... Стандартные... Хорошо... Ага, наследие двух пальцев, хорош Это увеличивает веру Вера Вера это урон от огня Ой, мгновение какого-то не успел Представляешь, насколько рассчитано здесь расстояние То есть все сделано именно так То, что ты... Аковы Мога У меня есть Аковы Мога Так используй А я и буду использовать, конечно У меня есть, ребят, Аковы Мога Они нам им нужны Угу Давай, поехали Зачем? У-у-у Если вы не знаете, зачем, ребят У-у-у Здесь выключено, да? Вот зачем Так, тентакул Повезло, повезло Раз Там тоже отключится Поехали Ну, на случай, если вдруг нам понадобится Ну, кстати, сейчас у нас, в принципе, как прохождение щитом идет Очень похоже Угу Первый уже удар кровоток нанес Прикольно Так, кузничный камень Это, конечно, прекрасно А где... Вот оно Нашел Где-то что-то открылось Кто здесь с боссов будет? Как думаете? Проклятие Он даже если бы был боссом в обучении, он был бы сильным У него вечный гиперармор, потому что А Миранда-то Чего не призовешь Миранду? Кстати, согласен Миранда, помогай Все, ребят, Миранда, Миранда Затащили за счет Миранды Да, не стесняюсь использовать Миранду Мог бы я убить без Миранды? Да Накровоточить Достаточно Накровоточить Ну пусть еще яд будет дополнительно Че, плохо что ли? Яд что-то на него не работает, чат Че, хорошо этот удар грузилом. Как он раздражает, серьезно. От него не увернуться. А что, мне Миранда вообще ничего не помогает, что ли? Ой, он меня убил. Нет, кстати, не убил. Но был близок к этому. Понимаешь, что он делает? Блин, я думаю, я уже успею удар нанести. У меня, если честно... Ну, это я сам, конечно, лошадный. Меня невероятно сильно удивляет, что по нему... Кровоток еще ладно, я не часто бью. Вот этот удар. Вот этот удар, он мгновенный. Я от него не успею вернуться. Слушай, я не понимаю, почему он не отравляется. Отрава на него не работает. Соответственно, кровоток на него ни разу не прокнул. Ну, бью редко, понятное дело, поэтому не прокнул. Окей, кровоток еще ладно, окей. Отрава. Неужели отрава на него вообще никак? Вот совсем. Видимо, да. Сейчас бы молитву... Ну, какую-нибудь молитву бы, да, а туже бы другую, если честно. У него реально иммунитет? Кто-нибудь может мне подсказать? После ноги можно... После ноги можно, да. Девять урона миранда нанесла. Продолжение следует... Миранда сейчас только помешала. Миранда убил и меня ударил. Нет, я лучше давай пропущу его, потому что я не могу его убить сейчас. Но я могу, да, если с миллиона попыток, ребят. Сегодня не везет у нас на боссов. Мы попробовали одного босса, ну, чтобы подфармить уровень, да. Один босс парный оказался. Причем парный такой, неприятный. Опять-таки с гиперарморами. Второй босс на полном гиперарморе, с полным иммунитетом к яду. И, возможно, с иммунитетом даже к кровотоку я не знаю. Но, во всяком случае, не получилось ему кровоток накинуть. Можем попробовать сюда на берег выйти, к примеру. Погнали. Пока что идет тяжело. По факту. Как я защит проходил? Иначе. Иначе. Там были другие боссы. К этим боссам я уже был с более сильными щитами. То есть... Там все по-другому. Крепкие куруваны. Все равно старайтесь их грабить. Грабьте куруваны. Здесь был тролль. Сейчас тентакул. Медведь. Снежный. Надо с корабея грохнуть. С него, может быть, что-то полезное выпадет. Оружие нужно. По-хорошему нам бы щит заменить на какое-нибудь оружие, которое... Ну, пусть нам даже будет немножко не хватать. Ну, понимаешь, да? Которое мы сможем тогда все равно использовать. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Могу стоять на одном месте, конечно. Могу посмотреть, где он тут будет идти. Сюда будет идти? Сюда будет. Есть контакт. Хроническая дуга. Ну, могло бы выйти что-нибудь другое. Ладно. Там просто мужчина сидит у костра. Погнали в эту сторону. Нам нужно дойти... Ну, посмотреть, что у торговца. Может быть, у торговца что-то купим. У тебя же нет денег. Найдем. В зависимости от того, что там будет. Насерпаем, может, чего-то. Перчатки-близнеца. Рунический снежный медведь. Кайф. Но он за нами не пошел. Перчатки. Перчаток миллион. Просто. Торговца, может, сначала. Все-таки. У него костра нет. Поэтому все-таки лучше сюда сначала. А потом, возможно, к торговцу. Если будет... Можно взять какое-нибудь оружие в целом. И щитом можно побеждать этим. Это хороший щит. Он с кровотоком, опять-таки. Ну, такое. Межзадача не из простых, тем не менее. Я пока слишком слабый. Надо работать от правой кнопки мыши в целом. Ты знаешь. У меня, конечно, защита не стопроцентная. Но лучше работать от правой кнопки мыши. И, возможно, от контратаки. То есть от блока и от контратаки, возможно. Что-то продать есть? Что? Что-то купить? Что у тебя интересного есть? О, у него щит со змеей, к слову. Вот щит со змеей, да. Это топовая вещь в целом. Мы ее оставим. Она может пригодиться даже для убиения какого-нибудь босса. Повышение ловкости во фляге. Вообще хорошая штука. Кстати, мы, по-моему, взяли что-то во фляжку. Вот я не помню. Брали мы что-то во фляжку? Если мы брали что-то во фляжку, то нужно заменить тогда хилку на то, что мы взяли. А, он же мертвый. Точно. Он же оживает. Ну-ка. Давай посмотрим. Я забыл просто про флягу. Нет. По фляге все в порядке. По чарам молитвам. Последняя молитва у нас была, по-моему, клинок черного пламени, который я использовать не могу. Но это была, по-моему, последняя наша молитва. Поэтому я ее просто выставил, ребят. Если у нас будет молитва, то именно ее использовать. Погнали в эту пещеру. Что делать? Что делать?